Привет, друзья! Меня зовут Брейн. Сегодня у нас Little Hope. Это антология Dark Pictures от разработчиков Until Dawn. А мы играли в демку? Не так давно, в принципе. Так что интерактивные ужастики мы любим, поэтому залетайте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Я думаю, что это будет просто охренительно крутая тема. Или, проще говоря, ***. Вы все прекрасно знаете. Здесь могут умереть все. Тут можно потерять абсолютно любого персонажа, как было, в принципе, в Man of Medan, который мы тоже прошли благополучно. И мне она понравилась. Да, в ней были косячки, в ней были какие-то недочеты, и игра, в принципе, не дотягивала до уровня Until Dawn. Но это было интересно, это играбельно, это реиграбельно с друзьями. Тут есть кооператив. Ну, как кооператив. Типа, можно проходить в компании друзей, есть режим вечеринки, а есть режим в одиночке. То есть, как мы сейчас вот сидим с тобой и проходим это дело. Я помню, там была группа студентов, там был препод и какая-то бабка. Наверное, тоже препод. А сейчас непонятно, что происходит, но Little Hope это как бы небольшая деревушка, где некогда водились ведьмы, а были какие-то проблемы с ними, понятное дело. А сейчас все нормально, мы просто едем. И это начало а-ля Silent Hill. Не помню, правда, какая часть, по-моему, Downpour. Где заключенного нашего главного героя везли, там появилась опять же какая-то девочка в тумане. Все пошло по полной жопе. Ну, тут, в принципе, тоже. Так, давай послушаем, что по звуку. Вообще, какой-то звук есть у нас? Да, вроде что-то слышно. Что-то рожа знакомая. Где-то я уж тебя видал. Нам плавно как бы намекают, что здесь ехать нельзя. Придется ехать в объезд. Игра, кстати, на русском должна быть. Переведена уже. Добрый день, спасибо. Да. Что такое? Впереди не проехать. Авария. Пришлось дорогу перекрыть. Ага, ясно. Мы направляем всех через Little Hope. Может, не надо? Нормально? Вас ничего не беспокоит? Все нормально. Просто хочу довезти своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Дорога на восток. Как раз через Little Hope. Времени почти не потеряете. Конечно, не потеряем. Это любая дорога в объезд. Кстати, вот эти вот объезды. Это классика жанра американских фильмов. Ужас. Между прочим. В пятницу 13. Даже в игре. Кто играл, тот помнит, когда спасаешься, если вызываешь копов. Точно такие же вот эти вот красные мосты деревянные. Скрытыми такими тентами, как-то. Так, мы хотим ужастик. Мы хотим хоррор. Дырку протреться. И давно вы в завязке? Уже почти три месяца. Неплохо. Я слышала первые 90 дней самые тяжелые. Знаю, это глухо, но... Мне все равно легче, когда у меня. Мы не туда едем? Ерунда. Небольшое отъезд. Это не ерунда. Спокойно. О, Джон, не говорите со мной таким тоном. Можете потише. О, я был прав. Я был прав. Маленькая девочка. Ведет за собой большие проблемы. Это... Это настолько избитая клише уже. Я же тебе говорю, сайлент хиллы, блядь, резиденты. А любая индюшатина. Практически везде у нас туман. Автобус. Девочка. ДТП. И все. Фух. В общем, если мы кого-то потеряем, то, собственно, так и будет, хотел сказать. А я всегда в этих играх переживаю. Всегда хочу, чтобы все выжили. Но у меня вроде получалось раньше. Ты знаешь, как меня злить, когда ты не принимаешь меня всерьез. Я знаю, дорогая, но у меня был трудный день. Неужели они опять за старое? Ну да. Напился. Ну надо же. Я просто посмотрел с парнями матч, милая, и все. Как же все? А то я не вижу. Прошел слух, что кого-то могут сократить на фабрике. Ты сами это повторяешь. Меня больше беспокоит Мэган. А что с Мэган? Ничего такого не вижу. Ты как напьешься, ничего не видишь. Преподобный Карсон задержал ее после молитв. Четвертый раз подряд. У нее проблемы. Это важно, Джейм. Ты слишком над ней трясешься. Мне сейчас не до этого. Какой сюрприз? Толку от тебя никакого. А когда тебе будет до этого? Я придумала проблему на пустом месте. Делаешь из мухи слона. На пустом? Да вся семья на мне одной держится. И это, по-твоему, пустое место? Хоть бы раз бы помог мне. Может быть, у нас свои дети. Ничего такого бы не было. А вот это просто подло. Ты не видишь, как мне из-за этого тяжело? Не только тебе, тот тяжело. Дела на фабрике идут совсем скверно, Анна. Я не шучу. Не сейчас. Мне кажется, или у них разница в возрасте какая-то очень большая, да? То есть она уже как на бабушку похожа. Я понимаю, типа на нее все свалилось, там ребенок. И все остальное, типа, это как бы ее выматывает. И она, типа, выглядит не очень из-за этого, да? То есть отдохнуть не может. Либо у них реально какая-то большая разница в возрасте. Бонни Трамп. Надеюсь, ты не авторская музыка, Бонни Трамп. Энтони, дом семьи Кларк, Массачусетс. Таня опоздает. Это ее новая фишка. О, краткость и безразличие. Нажмите при выборе. Она всегда поздно, оставь ее. Ну, давай, давай безразличие. Таня всегда опаздывает. Не, неправда. Как начала встречаться? С тобой. Этот его стремный нью-эйдж напоминает какой-то жуткий культ. Он тут заходил на днях. Мы слегка потолковали. Он клевый. Это классика. Великий альбом. Слышь, перестань ее лапать. О-о-о. Так, не будь козлом. Слушай, не будь козлом и оставь ее в покое хотя бы на минуту. Так, мать Тереза. Вечно ты ее защищаешь. Так, а что Таньки-то никто не открыл? Номер один, Дэд. Классно. Если дверь не починят, придется через окно залезать. Как дела? Знаю. Он опять налокался? Они грызутся с тех пор, как отец вернулся. Что на этот раз? Так, досада, отец напился, разочарование, хорош папаша. Он чуть сквозь дверь не вошел. Хорош папаша, а? Они все время ругаются одно и то же. Как старая заезженная пластинка. Деннис, я тысячу раз говорила, чтобы ты отнес свой хлам на чердам. Эй, а нельзя повежливеть? Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. Как будто она в прошлой жизни сержантом была. Что-то какие-то все, сука, на взводе. Меня уже напрягать начинает. А с ним-то что? Он просто Деннис. Раздражение. Он такой козел. Он козлина, блядь. Сегодня он мне еще противнее, чем обычно. Такой козел. Что в этом нового? Не люблю вот это раздражение, блядь. Ну, не... Вы видите, что родителям сложно, блядь. Зачем вы еще усугубляете? Эй! Не сейчас, я занят. А малая, типа... У нее все в порядке с башкой, да? То есть она как-то вроде... Ну, как с отклонением, как будто. Оп, оп, смотри, и упал, блядь. В смысле, она же ничего не делала. Опять же, нам не раскрыли до конца. Только начало же, мы же не знаем. Блядь! Ебан насос! Пугай, что так, мать! Да мы все усрались тут уже. Надеюсь, это будет не твоя последняя ванна. Меган, 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 Меган. Мне нравится имя Меган, прикольно звучит. Можно было бы, если я был рэпером, я бы зарифмовал бы так. Есть Меган Фокс, тоже хорошая актриса вроде бы. Ключик, сейчас она ее запрет там нахер. И все. Так, агрессия, посмотришь, как она, беспокойность. Наверное, лучше ее не трогать. Я ее старшая сестра, и присматривать за ней мой долг. Да, точно. Долги отдавать надо. Она пошла наверх. Подожди, Меган вначале говорилось, типа, приемная, да? То есть, не родная дочь. А эти двое родные. Но там был диалог, типа, если бы у нас были свои дети, там, туда-сюда. То есть, я что-то пока не очень понял. Может, я где-то прошляпил этот момент важный. Нажмите, чтобы поднять. Что это, спички? Спички детям не игрушка, ты же знаешь. И что? Бля, я этого пацана где-то видел. А в Звездных войнах, может, где-то или где еще. Мне кажется, я его где-то видел. Это же типа с актеров же реальных взяли, как бы. Чайник поставил, бля. Ну, конечно, нам же показали крупным планом, что поставил чайник. Что-то все нахер сгорит потом. А, тут батя моложе, типа, да? Нажмите. В такт пульсу. Кнопка может измениться во время сохранения спокойствия. Ну, так это легко, блядь. Я думаю, это даже этот... Даже, наверное, если бы я Песеля попросил бы, или Ёжика, он бы это прошел. Пока ничего сложного. Рубай и вырубай нахрен это. Выключай, не бойся. Батя так набухался, что мне кажется, ему плевать уже, блядь. Че там происходит? Кто выключил телевизор? Кого втащить, блядь? Кто импостер? Посмотри, да. Да. Мама беспокоится. И ты тоже, пиздец, как беспокоишься. Сарказм. Ничего, пап. К ней сейчас Таня пошла. Попробуй сам такую семью вырастить. От вас бы сам дьявол сбежал, поджав хвост. Че-то как-то некрасиво так говорить, мне кажется. Че-то батя мне уже бесит. Узнайте, как дела у Тани. Нажмите перемещаться. Так, а че, W-раскладка не работает уже, все? А, я должен клацнуть, все, я понял. Так, пошли узнаем, как делишки. Блин, неплохо, по-моему, графон не подправили. Стало вроде получше. О, че-то можно посмотреть. Что это? Шраут. Да, есть такой стример. Но это не то. Обязательно к прочтению для всех. Кому интересны суды над ведьмами в Салеме. Салем, кстати, классный сериал, между прочим. 1692 году. Я посмотрел Салем только первый сезон. Давным-давно. Так и забил что-то его. Покров невинности. Можно было бы так себе группу назвать, да? Рэперская группа Покров невинности. По-моему, звучит прикольно. Ты там? Как дела у Мэган? Не знаю, не нашла ее. Давайте потише. Здесь люди спят. Доигрался. Сербер проснулся. Хрен с ним. Найди Мэган. Иду, иду. Так она ж вроде наверху была, разве нет? Будь любезен. Не ори хотя бы пару минут. Очень хочется тишины. Ведь ты у нас такой тихий, да ладно. Ха-ха-ха. Понятно. Да. Ты ведь у нас всегда такой тихий. Слушай, Остряк. Мне был трудный день. Из-за чего вообще вешу? Проверял, как там Таня и Мэган. Ну, удачи вам. Мэган не подарок. Итак, что я могу здесь делать? Так, там я был? Там я был. Может, и мне наверх подняться? Я вот тоже думаю, может, надо заверять самое. А, я наверх не могу пройти? Блин. Так, ладно. Тут чего у нас? Это типа на выход. Это столовая, где они едят. Дом большой, кстати. Дом большой, такой деревянный, домина. А бегать можно? Вроде как-то можно было перемещаться быстрее. Не зря они сделали акцент на том, что мы поставили типа этот чайник закипать. Это что? Мэган Кларк. Давай посмотрим. Очень полезно. Я так понял, типа оценки, что ли? А, имя ученикам, посещаемость, количество дней. Дней с опозданиями. Это что-то до хера как-то плоховатенько, по-моему, да? У Мэган. Тем более на них Мэган как бы жаловались. Чё опять случилось-то, блядь? Она же должна была пойти и поискать эту милку. Бля, там кто-то стоял. Там кто-то реально стоял. Чёрт меня, дери. С кем ты разговариваешь, деточка? С кем ты там, блядь, разговариваешь? Со мной она разговаривает, не видно, что ли? Что такое? Мерзавка меня закрыла, а тут не жарко. Я так и знал. Я так и знал, что всё пойдёт по полной жопе. Дом деревянный. В Америке это норма. Ну, такие вот в те времена это норма. Деревянные домишки, ковры. Всё это воспламеняется. Системы пожаротушения нет. Чё? Мэган, ты там? И кого спасать? Там мать, отец, сеструха и вторая сеструха. Приёмная, типа. На кухне пожар! Ты серьёзно, что ли? Твою мать! Ой, бля. Мэган! И сейчас, конечно же, я должен что-то сделать, да? Решить, кого первого спасать, как обычно в этих играх бывает. Мама! Мне кажется, они, наверное, быстрее задохнутся угарным газом. Спасибо! Бля, ну сеструхи там, ну, прыгать опасно, можно поломать себя, бля. О, братишка этот, блядь, проснулся, ебать. Охренеть. Она ж заперла мамку. Ключ нам показывали, она заперла её. Вот тебе и ведьмины проделки. Да разбей ты окно, блядь! Разбей! Хотя, когда разбиваешь окно, оно ещё быстрее воспламеняется. Типа, кислород заходит? Я не могу дышать! Твою мать! Чё-то мне подсказывает, я не успею, наверное, спасти их. А он и малая. Помоги, летай! Так, батя, походу, всё. Батю придавило. И тут уже вряд ли получится. А он же, типа, не знает, что это... Ну, это как бы не мелкая, да? То есть она, получается, под покровительством какой-то там ведьминской хрени, видимо, была. Мать задохнулась. Это тоже, к сожалению, всё уже. Осталось две сестры, как бы. Надо сестру спасать и братишку того, Денниса. Так, чё делать? Помочь Меган, помочь Танюхе. Танюхе, давай. Хуя себе, блядь! Она сгорела просто! А как я должен был выбор делать? Труба как-то не очень хороший выбор, да, наверное? Слезь по трубе, лезь в окно. По трубе давай. Давай, давай, пробуй, пробуй, блядь! Пробуй. Не знаю, получится у неё или нет. Но они такая, какая-то ветхая очень на вид, блядь. Скользко, смотри, блядь. Пиздарики. Тут даже дотянуться надо ещё, правильно? Блядь! Нихуя себе, блядь, помог. Охуенный помощник, блядь. Классно! Классно я помог сестре. Была сестра, нет сестры. Знаешь, чё я тебе скажу? Мне кажется, так надо было. Ну, то есть, здесь как ты помогай, не помогай, пацан должен, типа, всех потерять, наверное. В этом загвоздка и в этом весь цим из того, что это, типа, ведьмино проклятие, блядь. Ведьмино проклятие. Дружбана просто на пике-то чё, наверное. Вот, вот это Литл Хоу. То есть, он этот весь пиздец увидел, и всё. Даже азиат, подбежавший, уже не поможет ничем. А он думает, типа, я зажёг чайник, да, поставил его на огонь. И всё из-за этого. Посмотрел на эти спички, как бы. Ох, жесть. Интересно было бы глянуть, если бы я помог Меган, да? Ну, та сестра бы померла точно, и Меган, наверное, провалилась бы. Охрененно. Так много смертей. А что я мог сделать? Ну, реально, вот в данной ситуации, что я могу? Можно я это скипану, бля? Да, тут слишком громкие пения. Давай сделаем просто потише. Если я побежал бы к Меган, умерла бы Таня, да? Если бы Таня полезла бы через окно, там дом весь горит, то там была бы полная задница, понятное дело. Скорее всего, как я и говорил, варианты везде плохие. То есть и Деннису помочь нельзя было, и Танюхе, и Меган. И в этом просто суть, чтобы посмотреть, насколько все безвыходно. Ну, как-то так. Это можно скипнуть? Наверное, это не скипает. Давай еще тише делаем, чтобы оно не орало. То, значит, какое-то очень громкое. Это наш, кстати, повествователь, который нам в первой части рассказывал о том, что здесь происходит, как, что от тебя зависит выбор. Так что думай, прежде чем что-либо делать и клацать. Так что вот такие вот дела. Что-то громкие, блядь. Все равно надо убавить. Вот, такие вот делишки у нас. Сразу с пылу жару перенесли нас и показали, как все это будет. Но нас должны, по идее, еще как бы перенести вроде в более современное время, да? То есть когда... Или не было современного... По-моему, было. Если я не ошибаюсь, там будет группка студентов, будет профессор, и они будут этим делом заниматься. То есть как бы... А вот такие вот делишки. Дарио Полони у нас. Скринплей. Хорошо. Так-с. Сейчас музыка закончится. Это, к сожалению, не скипается, поэтому мы это сейчас послушаем, посмотрим. Целый год мы ждали. Даже больше, наверное. Потому что Man of Medan вышел как раз год назад, по-моему. Надеюсь, что продолжение из этой антологии нас, типа, не разочарует. Как бы, что будет нормально, что будет интересно. Потому что Man of Medan как-то кому-то зашел, кому-то нет. Так, возвращаемся. Вот. Это вы. С возвращения у меня есть новая история. Не похожая на прошлую. Там было еще две книги. Следующая часть. Эта история пока не завершена. Написана не до конца. И ваше решение ее закончит. Пожар? Нет. На него вы не могли бы влиять. Что случилось, случилось. Или нет? Думаю, лучше смотреть в будущее. Жизнь только тень минутная, да? Сейчас вы посетите непонятный, может, тревожный мир. Насколько тревожный, зависит от того, во что вы поверите. А насколько непонятный, от выбранного вами пути. Есть бесчисленное множество направлений, по которым можно пойти. Мы редко обладаем всей информацией, но мы должны делать выбор и надеяться достичь ясности, ну и желаемого результата. Как и в жизни, ваши решения важны. Ваш выбор затронет судьбы других. Вы видели начало истории. Так много смертей. Сколько их еще будет, зависит от вас. От решений, которые вы примете. Вам ближе рацио, эмоции? Слушайте разум или сердце? Верного ответа нет. Иногда лучше одно, иногда другое. Позвольте дать вам один совет. Всего превыше верен. Будь себе. Но я здесь, чтобы фиксировать ваши идеи. Да, только говори понятным языком. Я ведь не должен вмешиваться. Но и не усугубляй, как бы, да? Но мне позволено делиться с вами мудрыми изречениями великих рассказчиков прошлого. Если я посчитаю, это уместно. Да, и еще кое-что напоследок. В Little Hope есть картины, которые показывают возможное будущее. То, что произойдет, или же нет. Ищите. Они могут помочь. Вам пора на похороны. Идите. Счастливо. Насколько я помню, в прошлой части картины нам вроде особо не помогали, да? То есть оно как было, так и было. Как предначертано судьбой, так оно и было у нас в итоге. Кто-то на похороны-то придет, если все умерли, интересно. Ну, то есть пацан же вроде как бы тоже погиб, да? Он тоже забежал туда внутрь. Только родственники. Или он выжил. Хер поймешь. В этой игре хрен разберешься, где правда. Никто из собравшихся не знает, почему произошел этот несчастный случай. Но мы можем утешить себя мыслью, что семья теперь вместе. Навеки. В любящих объятиях Бога. Да, это тот пацан, который с Танюхой встречался. И хороший вопрос, блядь. За кого мы будем теперь играть? Вот в данной ситуации. Могу сказать сразу, что священник мне уже не нравится. На нем как бы сделали акцент, что типа думай сто раз, прежде чем будешь ему помогать. Спасибо за яркий белый экран, когда ты играешь в это ночью. Что может быть приятней, чем ослепнуть нахрен? Ты живой? Эндрю живой. А, это Эндрю. Он похож на того чела, которого... Того звали, блядь, как забыл уже. Студент колледжа. Подожди, как там Энтони? Того звали вроде, да? Пацана. Так он один в один, я... А, интересно будет, интересно. Вот это уже мы в современность пошли. Тейлор, 22 года. Студент колледжа. Упрямство. Чувствительность. Джон, 43 года. Профессор колледжа. Рациональность. Властность. Где Дэниел? Я не вижу его. Не знаю. Может, поможете? Хватит дурака валять. Так, сострадание, как у него дела. Как у него дела? Думаю, все будет нормально. Изменение взаимоотношений между персонажами. Понял. Может, позвоните куда-то? В полицию или скорую? Голову бы не пришло. Уступчивость. Давай сарказмируем немножко. Черт, я бы не догадалась. Позвать на помощь. Конечно, профессор. Как бы мы без вас. Упрямство выросло. Как вы? Где мы? Что случилось? Автобус разбился, но все целы. Напугались только. Понятно. Я никакой аварии не помню. А, похоже, вы в шоке. Еще и сотрясение может быть. Вам надо прийти в себя. Не двигайтесь. Сидите. Еще должна быть Танюха, Деннис, парень ее и Мэга. Безполезная дрянь. Кусок говна. Так, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Водила. Еще ж водила был, точно. А, нет, это не водила. Это Дэнни, он 20 лет. Это Дэнни, это студентка. Бля, я думал, ты водитель. Добродушная защита. Там, по-моему, только бутылка валялась, братан. Или что это? А, фонарик. Сейчас мы сегодня косим. Как-то мимо кассы. Твою мать. Анджела, 48 лет. Взрослая студентка. Грубость, понимание. Студентка, 48 лет. Какое образование уже по счету, бля. Пятое, десятое? Есть там кто? Эй, Дэниел, это вы? Джон, как хорошо. Дэниел! Тейлор, ты в норме? В норме. И мы, кстати, тоже целы. Ну, как вы там? Сойдет. Ничего криминального. Эй, Джон, знаете, почему мы разбились? Не точно. Похоже, водитель пытался объехать что-то на дороге. Кстати, он с вами? Нет, не видели. Странно. Здесь его тоже нет. Можете сюда забраться? Подъем крутой. Но я вижу тут тропинку. Класс. Идите по ней. Выведет к дороге. Встретимся там. Хорошо. До встречи. У него очень угарная озвучка. Там тропинка. Я пойду туда. Там же тропинка. Помогите поднять Эндрю, пожалуйста. Стоп. Я ничего не помню. Мы уже поняли, братиш. Кто вы? Не страшно. У вас сотрясение. Я Джон, ваш профессор в колледже. Мы ехали на экскурсию в автобусе. Вот не доехали. Аварий в программу не входит. Найдем остальных и помощь. Можете считать это упражнением на закалку характера. Так, окей. Нажмите нужную кнопку, если вы знаете, где она. Образец командной работы. Мне снился сон. Такой реальный. Нас окружал огонь. Жуть. Видно, ты нехило по башке огреб. Тропа, которой пошли остальные, ведет на дорогу. Встретим их там. Так, я останусь здесь. Неуверенность, зачем уходить? Так, давай, типа, реально, зачем уходить? Давайте это обсудим. Уходить глупо, удобнее, подождать у автобуса. Нет. Просидим тут всю ночь. Лучше будет найти остальных и всем вместе пойти в город. Поищем там помощь. А где водители, кстати? Мне тоже интересно. Должен уже вернуться. Он как раз поступил разумно. Пошел в город за пол. Чего ты, блядь, это взял? Бля, мало ли, куда он пошел, епта. Может, ему по башке прилетело, и он пошел в другую сторону? Ну, что ж, ладно, оставайтесь здесь. Я пойду один. Эй, профессор! Он ведь профессор? Ну, хотелось бы верить, что да. Пойдем вместе. Не хочу ждать один. Думаю, он прав. Лучше держаться вместе. Мой тоже не ловит. Наверное, покрытия нет. Или ты денег забыл положить. У тебя это после аварии? Кинь бомжа, и все пройдет. Наверное. У нас это так называлось. Если нет денег, позвони, кидаешь бомжа. Типа, и тебе перезванивают. Как-то так. Используй, чтобы двигаться. Идите за Джоном, встретись с Анджелой и Даниэлом. И найдите водителя автобуса. Ну, давай поищем. Я сомневаюсь, что он вообще куда-то ушел после такой аварии. Удерживай ЛБ, чтобы двигаться быстрее давай. Он не догоняет, что от книжных знаний здесь толку нет. Он очень много о себе понимает. Ведет себя, как будто он главный. Ты понимаешь, тут как бы двояка, да? С одной стороны, надо находиться возле автобуса. Но с другой стороны, надо же как-то какую-то помощь. О, welcome to Little Hope. Добро пожаловать, сладенькие. Да-да-да-да-да. Чтобы здесь осмотреться. А, используй, чтобы осмотреть скрытую информацию. Абандон. Добро пожаловать в Little, перечеркнуто, оставь надежду. Абандончик, блин. Ну, вот и все. Вы о нем слышали, Little Hope? Нет. Нет, не думаю. Вы должны знать о Little Hope. Так, равнодушие и любопытство. Где я должна была о нем слышать? Серьезно, это историческое место. Это очень любопытно. Откуда вы все это знаете? Пренебрежение. Давай любопытство. Откуда вы все это знаете? Я ведь преподаватель. Читаю книги. Не то что вы. Подъебнул. Все ваши знания есть у меня в смартфоне. Вот только без сигнала они вам недоступны. Кстати, вот это верно. Вот это да. В телефоне-то есть, но знаешь ли ты то, что есть у тебя в телефоне? Тут я, в принципе, с профессором согласен. Он как бы тоже нервничает. Понимаешь? Это же не входило в его дела, блядь, в аварию, попадать и прочее. Посмотрим. Пока личности абсолютно не раскрыты. Так что сложно разобраться. Нас видеть. Наконец-то. Все в порядке? Да. Мы любовались видом. Ясно. Вы не особо торопились. Я волновалась. Ну, конечно. На воротах цепь. Не пройти. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать ее? Сработает? Готов? Я буду толкать отсюда. Готов? Три, два, один. Давай! Давай, подолбим! А нифига. Вот это я понимаю. Молодцы оба. Респекта, уважуха. Ха-ха, все нормально. И что теперь? Я же сказала, что хочу ждать у автобуса, а не идти в город, как говорит Джон. И мы уже все это обсудили. Вот только не со всеми. Проголосуем? Все уже решено. К чему это? Так, раздражение вне главной. Уверенность. Вы боитесь проиграть? Голосования не будет. Извините, но на споры у нас нет времени. Ты же останешься со мной? Ну... Что-то он не горит желанием. Если хочешь мне что-то сказать, вперед! Джон прав. В городе мы быстрее сможем найти помощь. Довольны? Ну да. Как скажете. Немного манер. Это просто. Охренеть. И по пути ты обливала Тейлор грязью. Что она говорила? А ты всегда за спину парня прячешься? Попробуй сама за себя постоять. Нихрена. Он не мой парень. Пренебрежение удивления. Шутишь? Он не мой парень. Что ты ей там наговорил? Вообще ни слова. Что ты лезешь не в свои дела? Мы только зря теряем время. Может, пойдем, пожалуйста? Я все еще не уверена, что идти в город хорошая идея. Я останусь у автобуса, а вы делаете, что считаете нужным. Может, подождешь со мной? Я поддержу профессора. Нам стоит сходить в город за помощью. Так, беззаботность, недовольство. Ха-ха-ха. Так, без... Ну, блядь, ну... Ну, а ты? Может, вернемся к автобусу? Я думаю, в городе у нас больше шансов получить помощь. Она пыталась. По крайней мере, она попыталась. Ладно. Ну же, Тейлор, не бросай нас. Оставаться тут в одиночестве – плохая идея. Идем с нами. Обо мне не беспокойтесь. Я поймаю первую попутку и скоро за вами заеду. Я тебе уверяю, наверняка, кто проходил еще так на Ютубе, так не делал. Все пошли, все поперлись, блядь, как все, стандартно, знаешь, по стандартам. По ГОСТу. А у нас она пошла себе. Я в другую сторону шла. А-а-а, это хорошо. У вас все же проснулся здравый смысл. Это хорошо. Странно. Это бред какой-то. Совсем в облаках витает. Ну, после аваритика. Хватит дурью маяться. Идете или нет? Сейчас она обратно уйдет. Постой. И обратно придет. Тейлор? Берегись. Что за... Что происходит? Ты же идешь назад. Я не иду назад. Я все время шла в одну сторону. Я типа, не знаю, не могу уйти. Ладно, знаете что? Пойдем все вместе. Мы пришли оттуда, значит, сможем туда вернуться. Очень прошу, держитесь рядом. Не отставайте. Мне начинает это нравится. Ладно, ладно, иду. Мне начинает все больше это нравится. То есть, они сейчас обратно выйдут там, где начали. То есть, такой реверс получается, да? Типа день сурка. Хорошо. Ну да, они зашли в туман. Признаю, это немного странно. И вышли там же. Не немного. Это невозможно. Как я и говорила, это ловушка. Отсюда не уйти. Что нам делать? Успокойтесь, дышите. Тут должно быть разумное объяснение. Может, мы погибли в аварии? Да, хорошая теория, но я уверен, что мы по-прежнему живы. Вы вроде писательское мастерство преподаете. Не метафизично. Я знаю, кто во всем виноват. Это все из-за вас и этой дурацкой поездки. Мы застряли в этом углу. Меня истеричка уже раздражает. Вы бываетесь. Уже бесит. Я не мог знать, что автобус перевернется. Я не виноват. Хватит херню нести. Следите за тоном. Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как и вы. И все остальные. Так, извинись быстро. Извинись. Не понимаю, что происходит. Я не могу понять. Все, как ты сказал. Мы застряли в кошмаре. Тише. Все будет хорошо. Мы вместе найдем выход. Кто-нибудь думает, что справиться лучше? Ну, вперед! Может, это глюк? Нам нужно выбраться. Придите сосредоточиться. Не надо. Вы на тренировке. Что вы за счет? Можете все заткнуться. Так мы не найдем помощь. И не выберемся. Он прав. Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать сообща. Спасибо. Используем логику. Туман отделяет нас от автобуса. Но между нами и городом тумана нет. Значит, пойдем туда. В чем смысл удаляться от автобуса? Смысл? В автобусе нет ничего, что может нам помочь. А в городе будут люди, телефон, что-нибудь. Больно признавать, но он прав. Кроме долбанного города нам больше некуда идти. Вот и договорились. Ты уходишь? Куда это ты? Давай, пойдем с ними. Пока все не поймем, надо быть вместе. То есть она типа... Я тоже хотел спросить. Как будто она типа повешена... Она ж повесилась, помнишь? В нашем выборе. Когда мы сказали не через окно идти, а слезть по трубе. И след остался. Держитесь рядом с Дэниелом. Почему ты сказал, что мы умерли? Думаешь, это возможно? Я в передаче видел, что мозг какое-то время работает, когда ты... Того... Умираешь? Забудь. Там не очень правдоподобно было. Э, привет! Черный кот. Там кот был. Котейка? Там была котейка. Я могу что-то с котом делать, не? Уже нет, блядь, пропал. Был кот, пропал. Типа можно отделиться, да? Это плохая, да? Затея. Типа кот перебежал, а по приметам говорят, что это типа плохо. Я могу вообще сюда пойти? Могу, кстати. Надо ли это делать? То есть я себе взял, блядь. Пошел куда хочу. И что-то есть. Что это? Да. Так, РТ, давай возьмем. Интересно же посмотреть. О, черный кот. Волына. Они найдут пистолет. Найденные открытки можно снова посмотреть на экране коллекции. Смертоносное. Что-то там бы заседание, по-моему, было написано. Неплохо. Неплохо, неплохо. Так, ну котик это как бы намек, да? То есть котика мы увидели, все нормально. Хотя, наверное, не нормально. К нам пришли, смотри, посмотреть, все ли в порядке. Ладно, я думаю, надо драпать уже отсюда. А кот как раз, наверное, оттуда и выбежал. То есть там, где машина это была. О, вот и свет. Вон какой-то дом. И в этом доме можно найти шкатулку. То есть тот, у кого будет пистолет, тот, в принципе, уже априори считается главным, да? И перечить ему нельзя. Они же все нервные. Тут все тупо на нервах. И кого-то застрелить вообще изи. Ох, не нравится мне это, да? А что не нравится, нормально? Я не уверена, что это хорошая идея. Надо проверить. Внутри может быть телефон. Я зайду и осмотрюсь. Давай. Мы за тобой. Почему мы не идем с ними? Я знаю, что-то не так. Ты сказала, я не твой парень. Типа, что за тупая идея? Ты серьезно? Автобус всмятку. Мы застряли в тумане, а тебя волнует у кого какая роль? Ты считаешь, что на роль парня я не подхожу? Ну и кто я тогда такой? Так, нам не нужны ярлыки. Зверей не расслабься. Блин, я не знаю. Давай мозгами подумаем. Давай без этого обойдемся, ладно? Ну так кто мы друг другу? Мы хорошо проводим время. Не знаю. Ну, я не знаю их отношений. Мы просто хорошо проводим время. А я-то заступался за тебя перед Анжелой после аварии. Не знаю, что тебе сказать. Может, она и была права. Давай, ладно, забьем. А может, тебе старушке нравится? Раз тебе так важно, что она говорит. Я правда пытаюсь с тобой по-хорошему, но это сложно. Если хочешь, чтобы я воспринимала тебя всерьез, держи себя в руках, а не устраивай истерику. Так ты самая же истеричка, блядь. Она же сама истерила здесь по полной программе. Не без нашей помощи, конечно. Да, в полном. Она как зомби, блядь, ходит уже. Мне уже страшно было бы идти впереди, зная, что она позади меня. Если там есть свет, вон провода подведены. Может, реально телефон есть? Блядь! Ёдь! Дураки, блядь. Вы что пугаете так, а? Зачем так делать? О, так это забегаловка. Неплохо. Гостей тут, видимо, не ждали. Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Что? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не даёт уехать. Да, знакомое чувство. Вы тоже тут застрялись? Извините, что так ворвались. А наш автобус перевернулся неподалёку отсюда. Мы ещё слегка не в себе. Мы конкретно не в себе. Да, заметно. Я Винс. Мне б зеркало. Интересно, есть тут хоть одно непокрытое вековое... Тут поможет выпивка. Спасибо, нет. Нужно мыслить ясно. Ну, оставлю тут, если что. Так, я пас, я бы не отказался. Нет, давай не будем бухать. Я не буду. А хочется. Он же подбухич, типа. Литл Хоуп уже не тот, что прежде. Что вы тут делаете? Что здесь случилось? Что здесь случилось? Всё выглядит заброшенным. Литл Хоуп похож на... Город-призрак. Туман этот. Жизнь идёт, так? А мы иногда стоим. Почему вы ещё здесь? Тут есть телефон. Тут есть телефон. Нам необходимо связаться с внешним миром. Телефон есть. Но давно не работает. Может, где в городе есть подключённый? Эти сзади, блядь, дарт сыграются. Или, блядь? Классно. Есть в нём что-то странное. Он безобидный. Просто выпил лишнего. Посмотримся. Должно уже быть здесь хоть что-то полезное. Ну, естественно, волына. Мы же видели. Может, и найдётся. Я вам не мешаю? Да нет. Я собиралась тут осмотреться. Неважно. Сыграем немного. А потом подумаем, как отсюда выбраться. Давайте большой дабл или... Я не новичок, Дэниел. Целюсь в дабл-двадцатку. Так. Используй. Давай. То есть, даже не как это самое. Не колышется, да? То есть, я могу спокойно бросать. Ладно. Что-то вы можете. Ну, ещё бы. Я тоже любил в детстве дарт сыграть. Дабл-двадцатки. Так. Таймер показывает, сколько осталось у вас времени. После такой ночи, это почти олимпийский рекорд. На олимпийский в Дарс не играет. Хорош. Генный бросок. У него руки даже не держали. Давайте вернёмся к нашей цели. Так, особенности обновлены, любопытство. Так, поговорите с Винсом, обыщите бар. Давай, наверное, с обыска начнём. О, вот и телефон. Но он не работает, да? Жалко, кстати, я хотел позвонить. Тебе не выбраться. Чёрт. Да, я бы тоже обосрался. Что-то ещё есть интересного? Какие-то двери, но там вроде зайти нельзя, я так понял. Так, Винс, я с тобой ещё покумекаю, не переживай. С тобой мы ещё как-нибудь потрясём. Тут что-то... О, ништяки. Что-то газетка, газетёночка. Давай посмотрим, что пишут нынче в газетах. Только переверни, пожалуйста. Ух ты. Встреча завершилась голосованием за распуск. Я смутно помню, что тут произошло. Очередная волна... Да-да-да, было дело. Очередная волна конфискации имущества обрекает город на погибель. В понедельник последние жители Литл Хоуп собрали в здании городского совета, чтобы встретиться с антикризисным управляющим Кэти Флинт. Проголосовали за распуск администрации. Понятно. Это мы поняли. Это что такое? Ну, подойди, возьми, посмотри, что там лежит. Я не могу её взять. А, могу. Так, LS30180PT. Неразборчиво. Какие-то цифры. А, это счёт Дарца, да? В это место богатая история. Так, чё там? Ваши дети увлекаются астрологией, спиритизмом или призраками. Преподобный Карсон расскажет родителям, на что следует обратить внимание, и как подобные увлечения могут привести к нарушению закона и сатанизму. Так что не сатанируйте. Городское управление Литл Хоуп. Так это 70-й год. Ну, действие-то сейчас не 70-е же. То есть, это осталось как бы в прошлом помещении. Что это? 1917 год. 6 июня. Да, похоже, смотри. Реально похоже. Ха-ха, охрененно. Как близнецы из прошлого. Там ещё что-то было. Эй, сюда. А мы не поговорили с этим, с челом. Подожди, мы не пообщались с Винсом. Алло. Вы слышали? Слышали. Да, точно слышал что-то. Вы... Это тоже слышали? Идём. Эти звуки были снаружи. Думаете, разумно выходить на улицу? Здесь нет ничего полезного. Всё равно надо идти. Удачи. В поисках и всём прочем. А волына? А где волыну-то взять было? Можно. Или нельзя? Подожди, чё-то я не понял. Я думал, там что-то лежит, я хотел это взять. А там, оказывается, дверь была. И я не поговорил с Винсом, и, наверное, я просрал пистолет, который мне показывали с котом этим. Ну, либо так, либо херово знает как. Старый пидор от нас закрылся? Да уж, странный тип. Это ещё мягко сказано. Зачем переть в эту глушь, чтобы просто поддать? В смысле? Ладно. Значит, теперь будем более внимательно осматривать. А я никак не вернусь, да, уже? Всё закрыто. Тяжитесь рядом с Джоном и остальными. А я типа могу посмотреть, смотри. В окошко, давай глянь. Чё он там делает? Пухает, сидит, блин. Ну, как обычно. Как обычно, ничего нового. Персонаж, понятное дело, вообще не раскрыт. Так, мусорные баки. Вот мне интересно, волына реально там у него была? Или волына будет дальше где-то? Потому что то, что нам показали, это же не факт, что будет прямо через минуту произойдёт, да? То есть она же может быть где-то там, дальше. Чё-то как-то мутно. Чё-то как-то мутновато. Тут, в принципе, и так светло, поэтому вырубать свет, наверное, не обязательно. Ограничение скорости 50. Так, тут чё-то было. Канат какой-то натянут. И даже не спросил, типа, а чё это такое? Можете постараться не отставать. Да, в тумане не хотелось бы, как бы, запаздывать, что здесь. Камера так классно выбрала ракурс, почему бы не посмотреть? Блядь! Ёбаный рот! Это было хорошо. Это было замечательно, блядь. Я в этой игре и так не спал. Но теперь я точно спать не лягу в ближайшее время. О, Мэган! Это была Мэган. Эй, можешь подойти? Что там? Я кого-то видел в лесу. Я никого не вижу. Так, настойчивость. Я точно кого-то видел. Сто процентов. Прости, не верю. Ну, кому придёт в голову тащиться сюда посреди ночи? Так, ладно, может мне не верить. Подавленность. Недовольство? Ладно. Не верь мне. Вы двое. Держитесь рядом. Блядь! Там сзади кто-то есть. Там кто-то был. Там же была баба какая-то. Как из Саленхила. Ты слышала? Что это такое? Супер, отлично. Мы в ужасе. Кто здесь? Кто бы там ни был, это совсем не смешно. Джон, где вы? Дэниел, Тейлор. Ну же, Джон, где вы там? Это не смешно. Хреновы дела. А могу я туда зайти, кстати, нет? Найди остальных. Вот, туманом затянуло. Смотри, и тут, и там. Херушки мы там пройдём теперь. Ладно. Единственное, что меня радует, это вот эти вот столбы, блядь, со светом. Хоть какой-то свет. Эй, подождите! По-моему, творится какая-то дичь. Похоже на костёр, как мы делали в этом, в Форесте. Ага-га-га. Так аборигенов нет. Посмотри сюда. Надеюсь, нас не сожрёт. Что это такое? Не знаю. А это костёр. И кукла Вуду, по-моему. Может, не надо брать? Говорят, их нельзя брать. Типа, проклятие может перейти на другого человека. Куколка Вуду. Блин, графон в игре, конечно, заебись. Нереально классно мне прям тащит. Вообще прям вот прям так вот, вот так вот можно повертеть. И вот так можно, и вот так даже сделать. Привет. Блядь! Пусти его! Неплохо так, флэшбэкнули. Как твое имя, сударь? Как по имени, сударь, блин. Как тебя зовут, ребёныч? Как тебя зовут? Я Эндрю. Я Эндрю. Эндрю? А твоё имя, госпожа? Ты кто такая? Почему ты так одета? Меня называют Мэри. Я сама её смастерила. Она как та, что подли вас. Соизвольте поиграть со мной. Поиграть. Поиграйте со мной. Что за ведьморские проделки, Мэри? Я ничего не сделала? Умолкни. Я вижу твою истинную суть. Преподобный Карвер не станет ратовать за тебя, прознавши, что ты якшалась с дьяволом. Эмми, воротись. Ты где? Здесь были ещё люди, у костра. Что? Я не вижу костра. Я тоже видел. Нормально. Вы в порядке? Испуг, изумление. Как вы могли не увидеть? Я ничего не мог видеть из-за невозможно густого тумана. Давай. Расскажи им всё. Из тумана появилась маленькая девочка, а потом опять куда-то исчезла. Это шутка? Может, вам это привиделось в тумане? Мы все на пределе. На пределе? Как же? Я видела танцующую девчонку ясно, как днём. Сказала, её зовут Мэри. Она выглядела, как девочка из моего сна. Но говорила со странным акцентом. Какой это был? Не знаю. Я сама не смогла разобрать. Во что это мы тут вляпались? Это Мэри... Она пыталась напасть? Так, она была безобидной. Она может быть опасной. Тревога, тактичность. Ну, она типа ничего не делала вроде бы. Мне кажется, на этой ноте надо первую серию закончить. Вот прям идеально. Они нам показывают деревья, которые даже не возмутились увиденному. Хотя они и не такое видели. Ща послушаем рассказчика. И можно будет заканчивать. Да, события резко обострились. Всё, что мы делаем и чего не делаем в жизни, рано или поздно ведёт к последствиям. Согласны? Не смотрите так. Я не могу помочь. Помните? Иногда мы радуемся, очнувшись после тревожного сна. Возможно, после смерти то же самое. В своих странствиях за долгие годы я многого навидался. Узнал о многих верованиях. И обычно в каждом есть крупица истины. Эти несчастные, похоже, столкнулись с явлениями, пока необъяснимыми. Ну, зловещие силуэты в лесу. Призраки прошлого. Девочка, попавшая в беду. Ну, или она и есть беда. На чём мы остановились? Анжеле не удаётся посплетничать Стайлором. Она не говорит о лиде. А что же Джон? Прирождённый руководитель? Возможно, он лишь кажется таковым. А ещё Эндрю. Думаю, он сбит с толку. Но он ударился головой. Будьте спокойны. Некоторые ваши решения в будущем принесут плоды. А некоторые окажутся прискорбны. Мужчина в баре. Проку от него было мало. Как по мне, слишком невоспитан. Что-то явно беспокоит его. Хватит. В Литл Хоу творится что-то неладное. Возможно, люди в беде. Идите же. Развеете этот туман. Отыщите водителя автобуса. Точно. Мы и забыли про него, блядь. Проводил-то. Он же якобы пошёл там что-то делать. Так, смотри. Один. Два. Три. Я хотел типа закончить на этой эпичной ноте. Ну, как бы да. Так, всё. Эта девочка. Что там она делает, мы узнаем уже в следующей серии. Поэтому смотрите. Следующая серия будет уже совсем скоро. Не забывайте поставить лайк, подписаться. С вами был Брэнт. Литл Хоуп. Дорогая антология. В общем, все дела как надо. Всё, ребятушки. Всего вам хорошего. Не скучайте, не бойтесь. Пока-пока.